феллоу всем хеллоу элегала скажи всем привет 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 потому что мы сегодня опять же вдвоем да мы вот только что снимали влог с другого проекта стб а сейчас мы с вами снимаем влог на красной дорожке как вы видели да красная дорожка стб только тут не вручают грейми но все же мы на красной дорожке стб и мы сейчас с вами поговорим о проекте с которого мы вот только вышли это проект который называется вы не поверите это битва экстрасенсов 17 сезона да то есть мы были на мастер-шеф 7 проекте а вот на битве экстрасенсов 17 тоже да к чему я веду я веду к тому что нас пригласили среди галой посетить проект битвы экстрасенсов 17 сезон но почему так потому что вот во мне да в алексей энджеле лорде алексей энджеле вдруг открылась способность к предвидению то есть экстрасенсорные способности вот я стал предвидеть будущее допустим да и леди гала тоже у нее есть и предвидение будущего и и целительные способности да ты 6 есть у тебя целительные способности есть да подтверди леди гала есть есть это чуть-чуть исцелять и предсказывать будущее исцелять я могу предсказывать будущее вот нас пригласили на проект битва экстрасенсов 17 сезон сказали ну раз вы ребята действительно экстрасенсы раз вы можете предсказывать будущее там исцелять там еще что-то делать приходите мы посмотрим вот мы при при приехали как бы на при 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 приехали мы на проект битва экстрасенсов 17 сезон ну как бы мы были на студии пилот там вот этот именно общение шло все видеосъемка общение с журналистами проекта студии пилот вот и получается журналисты нас вот тоже парой мы парой были да ну там в отличие от мастер-шеф где мы первые пришли парой да не было никого до этого пар не было на проекте но на битве экстрасенсов пары бывают и очень даже часто как мы убедились следы галлы убедились да еще были пары в принципе экстрасенсов магов вот ну к чему я веду вот банально и просто вот я насчет предсказаний это не понты это правда друзья вот 2012 году на своем шоу-концерте дорог шоу-концерте кстати он был под эгидой салона магии мистики елена руденко в алтей проходил тоже участница битвы экстрасенсов 6 по моему так вот проходил концерт мой рок-концерт александжел и рок-группы black angels магический рок-концерт поскольку он был с помощью салона магии мистики елена руденко про проходил и вот на этом концерте исполнялась песня моя песня авторская live in евроспорт эта песня с отбора на евровидение прошлого года не этого в этом году мы следи галлы дуэтом исполняли песню running fall of так а в прошлом году 2016 я был на отборе и исполнял песню был в атрибутике формула-1 одета футболки ferrari в разноцветных кроссовках там все перчатках таких гоночных и я исполнял песню здесь же на стб на отборе на евровидение 2016 live in евроспорт и второе название формула one то есть я фанат автогонок формула-1 спорта и вообще формула-1 и поэтому как бы я исполнял песню формуле-1 на стб год назад и посвящить посвятил и тогда михаэлю шумахеру михаэлю шумахеру да а вот и и в общем то ну что-то не срослось и константин миладзе пригласил джамалу выступать на евровидении вот но все же это была песня о формуле-1 а мать лишь у махере вот потому что вот коза да и две козы вот две козы просто это живут как руль исполняю на концертах двумя микрофонами да как руль вот вот в автогонках вот в общем короче говоря это был шоу-концерт 2012 году я возвращаюсь 2012 год с 2016 вот и вот я исполнял песню эту тоже в шоу манере такой черно-белый кожный костюм у меня был пополам флаг черный и белый как в гонках да черный флаг это все это это жопа это значит страшная штука случилась гонка фактически остановлена гонщику приказывается сойти с дистанции ну то есть нарушение какой-то черный флаг вывешивается в автогонках белый флаг это это последний круг остался вот и музыканты были одеты ferrari один музыкантом играл роль фернандо алонсо второй себастьяна фетеля на red bull барабанщик mercedes исполнял роль майкла шумахера вот кстати и тогда я объявил на видеокамеру пророчество будущее то есть я предсказал будущее до его еще не было но на тот момент я провел короче с рок-группой своей магический несуществующий тогда гран-при австрии его не было в 2012 году и на трассе red bull ring ее тоже не существовало тогда в природе это было 2012 году видео снято было и опубликовано на ютубе но спустя год вдруг австрийский миллиардер дитер матушиц объявил в прессе что он лично за свои средства покупает проведение у формула формула 1 менеджмент покупает проведение гран-при австрии да как патриот он решил свои собственные средства вложить и он покупает именно вот два гран-при австрии на трассе red bull ring которую он лично как бы спонсирует каково было удивление что и у всех что не просто он купил проведение гран-при австрии на той же самой трассе red bull ring который сказал но он еще провел и именно в те годы когда я предсказал то есть я провел гран-при австрии 2014 года и 2015 года два гран-при на концертах и именно в эти годы эти гран-при и прошли то есть было объявлено на концерте событие которого не существовало то есть события из будущего до конкретная дата была этого события указано место события и спустя несколько лет это событие именно в это время когда я предсказал существилось да так мы возвращаемся мы возвращаемся во влог о проекте битва экстрасенсов 17 сезон вот который мы снимали просто закончилась камера умерла да то есть умер память умерла и мы с леди галла сейчас снова вместе леди галла скажи привет 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 да итак мы с леди галла пошли на проект битва экстрасенсов 17 сезон вместе как два экстрасенса как два космических экстрасенсов парой на стб вот ну так вот мы закончили на том что я предсказывал будущее и я предсказал когда-то на своем магическом потому что под эгидой салона магии мистики да проходил мой рок-концерт я предсказал что будет гран-при будет гран-при в 2014 и 2015 году состоится гран-при австрии на трассе red bull ring вот под свою песню live on евроспорт формула-1 год но дело в том что этого гран-при не существовало еще в 2012 году да я предсказал 2000 что в 2014 и 2015 там он пройдет но в 2012 когда это сделал собственно на концерте не было такого при гран-при еще в природе вот и он появился и он действительно произошел на на трассе red bull ринг именно в 2014-15 году это предсказал вот как бы есть видео подтверждающие то на моем youtube канале каждый может зайти посмотреть а это все правда потом я предсказывал погоду предсказывал много чего предсказывал вот ну кстати я и предсказал еще что украина займет не выше 20 место на отборе евровидения дал этого года то есть я предсказал когда я выступал на отборе евровидения я сказал что украина займет ну вот не выше 20 место и в принципе как мы видим я оказался прав это тоже вышло что в предсказанием сбылось украина поставила антирекорд 24 место заняла украина на на евровидении 2017 вот то есть я в общем то как бы вот предсказал выходит да надо было меня конечно брать ставить это понятное дело я бы и выше был бы конечно с песней running for love на евровидении ну вот а маем это еще маем и оказав наш президент кравчук вот и вот видите как миладзе не смог предсказать джамала не смогла предсказать данилка не смогли предсказать и телеканал стб с первым национальным не смогли предсказать а я предсказал что украина будет двадцатку не войдет ну то но она и не вошла вот тогда когда я сказал это пять месяцев назад люди говорили что я сумасшедший но как видите то есть сумасшедшими оказались те люди которые говорили что я сумасшедший а я оказался правы мое очередное предсказание сбылось вот и будет еще много сбываться потому что много предсказываю вот периодически она сбывается но вот поэтому мы пришли с галой по приглашению телеканала стб и проекта битвы экстрасенсов мы пришли Мы представились как космические экстрасенсы. Почему? Потому что мы используем энергию космоса. Это я вам раскрываю некоторые секреты. Космические экстрасенсы, мы пользуемся энергией космоса. Мы принесли космический кристалл, во-первых. Это кристалл, который аккумулирует космическую энергию в себе. И также клип я специальный подготовил с магической программой. Это на песню Spirit of Universe. Песня о космосе. Дух Вселенной называется. Spirit of Universe. И клип космический, заряженный, еще и плюс космической и магической энергии. Вот этот клип можно посмотреть сейчас у меня на YouTube-канале. Там написано в описании, что это для проекта «Битва экстрасенсов 17 сезона». Итак, мы официально с Леди Галой подали заявку, как экстрасенсы посетили телеканал СТБ. В принципе, там было испытание всем участникам. Давалось испытание. Мы должны были определить, что находится в коробке. Я не буду раскрывать вам подробности. Скажу только, что я угадал, что там в коробке. Я правильно дал ответ, потому что я действительно экстрасенс. Я действительно ощущаю, что есть. Потому что я не какой-то там мах, шарлатан. Я пользуюсь энергией космоса, поскольку мы все дети космоса, дети Вселенной. И я использую энергию космоса. И поэтому тут нет никакой ловкости рук и никакого мошенничества. Здесь чисто космос сам подсказывает, что есть правда. Поэтому я надеюсь, что в будущем, конечно же, мы на этом проекте покажем много чего интересного с Леди Галой. Потому что она еще и целительница, не только предсказывает будущее. Вот, в общем, мы смотрим с оптимизмом. Как и куда смотрит телеканал СТБ, мы не знаем. Ну, мы официально подали заявку, официально посетили, официально угадали там, что там в той коробке лежит. Вот, показали свой уровень. Дальше решение за СТБ. Мы с удовольствием будем сниматься в проекте, если съемка будет. Вот, поэтому все. Всем пока. До встречи на Битвы экстрасенсов. 17 сезон. Хочешь узнать свое будущее? Вот, прошлое и настоящее не предсказанное, только будущее. Это обращайся к Алекс Энджел. Вот, да вот, чего я там предсказал. Он серебряную куртку одел, монатик уже донашивает в рекламе Samsung Galaxy, да? То есть, пожалуйста. Вот, кстати говоря, на Евровидении выступил, да? Я на отборе. Сейчас вон белорусский дуэт берет, украл мое плагиатом за него. Сейчас Kissing Show мое показали тут же на Евровидении. Еще год не прошел, да? Полгода. То есть, куча, все, что я делаю, оно все сбывается. Тырят вон другие артисты мои фишки, используют. То есть, я реально, как бы, наверное, главная особенность, что я предсказываю тренд моды. Вот я предсказываю то, что будет модно. Четко и, как бы, безошибочно. Поэтому, до встречи на битве экстрасенсов 17 сезон. Папа, Александр и Леди Галла говорят вам, что говорят, Леди Галла. До встречи. До побачения и вырабачения. И до встречи на битве экстрасенсов 17 сезон. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...